Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца, том 2. Духовное пробуждение. Антихрист. Старца спросили, «Старец, скажите нам что-нибудь об Антихристе?» Старец отвечал, «Давайте сейчас поговорим о Христе, будем как можно ближе ко Христу. А если мы со Христом, то отчего же нам Антихриста бояться? Или, может быть, сейчас нет Антихристова духа? Так или иначе, зло творит Антихристов дух. И если чудовище Антихрист родится и наделает разных безумных дел, то в конце он всё равно окажется посмешищем. Однако произойдут многие события. Возможно, что и вам придётся пережить многое из того, о чём говорится в апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу. Я несчастный начал вопить ещё столько лет назад. Положение ужасно. Безумно. Безумие перешло все границы. Наступило всеобщее отпадение от Бога. И сейчас осталось только прийти сыну погибели. Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить сущий разброд, среди которого каждое государство начнёт творить, что ему вздумается. Дай Бог, чтобы интересы тех, кто делает большую политику, были нам на руку. То и дело мы будем слышать что-то новенькое. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо лишь, что эти события будут сменять друг друга очень быстро. Экуминизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, шитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в Мессии. Для них Мессия будет царём. То есть он будет властвовать здесь, на земле. Иеговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя. А иеговисты его примут. Все они признают его царём и скажут «Дай, это он!» Произойдёт великая смута. В этой смуте все захотят царя, который бы мог их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет «Я – имам, я – пятый Будда, я – Христос, которого ожидают христиане, я – тот, кого ждут иеговисты, я – мессия евреев». У него будет пять «Я». Евангелист Иоанн говорит в своём первом послании «Дети, антихрист грядёт, и ныне антихристи мнозибыша». Здесь нужно пояснение. Говоря «антихрист будет», если можно так выразиться, воплощением дьявола, старец имеет в виду, что антихрист будет человеком, носителем всей дьявольской энергии, послушным орудием для воплощения сатанинских планов. О том, что антихрист будет человеком, согласно свидетельствуют все святые отцы. Выше и ниже старец Паиси прямо говорит о том, что антихрист будет человеком. Таким образом, его мнение по этому вопросу находится в полном согласии со свято-отическим. Далее. Апостол Иоанн Богослов, говоря о том, что антихрист грядёт, имеет в виду не то, что ожидаемый антихрист будет подобен гонителям Максимилианам или Диоклетианам, но что ожидаемый антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола. Он предстанет израильскому народу как мессия и прелестит мир. Наступают тяжёлые времена, и нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже переживаем знамение последних времён, что печать антихриста становится реальностью. Но люди живут так, словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся избранные. Те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещение от Бога и прельстятся в годы антихриста. Потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет её и дьявол. Старцы спросили, старец, а сионисты верят в антихриста и в то, что связано с ним? Старец отвечал, они хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане они смотрят как на силу, которая поможет в осуществлении их планов. Стало быть, они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчёт не берут. Однако, благословит ли их при этом Бог? Из всего этого Бог явит много хорошего. Прежние сатанинские теории господствовались 70 лет, а эти не продержатся и семи. Старцы спросили, старец, слыша об антихристе, я ощущаю в себе страх? Старец отвечал, а чего ты боишься? Что, он страшнее дьявола, что ли, будет? Он человек. Он, святая Марина, отлупила дьявола. А святая Иустина, сколько их бесов поразила? Но надо помнить самое главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее устроиться. Земной царь евреев Знаменем того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Амарова в Иерусалиме. Её разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находился на её месте. В восстановленном храме сионисты в конце концов провозгласят антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Старцы спросили, Старец, а почему же евреи, читая Ветхий Завет, не веруют во Христа? Старец отвечал, «Что же ты не пойдёшь и не скажешь им этого?» Евреи искони имели фанатизм. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм. Будь они более внимательные, хоть чуть-чуть, никто бы из них не остался иудеем. Старцы спросили, «А как они истолковывали прочитанное?» Старец отвечал, «Как они истолковывали и как толкуют?» Духовные смыслы они превращают в вещественные. Пойди, например, посмотри, как они истолковали слова пророка Исаии, «Процветёт пустыня Иорданова». Для того, чтобы показать, что пустыня процвела, они повернули какую-то реку, сделали террасы, сады, насадили бананов, лимонов, апельсинов, всё озеленили. Так что теперь говорят, «Процвела пустыня». И всё они изъясняют подобным образом. Между тем эти слова пророка относятся к возрождению мира через святое крещение, баню паки бытия. Старцы спросили, «А они сейчас ждут земного царя?» Старец отвечал, «Да, Антихриста. Раввины знают, что Мессия пришёл и его распяли. Я узнал от одного человека, что когда еврей лежит при смерти, к нему идёт раввин и говорит на ухо, «Мессия пришёл». Видишь, их обличает совесть, они чувствуют свою вину, но не смиряются». Старцы спросили, «А какая польза от того, что эти слова говорят соумирающему?» Старец отвечал, «Никакой. Они говорят это просто потому, что их искушает совесть. Думают, раз эти слова сказаны, то всё в порядке». Старцы спросили, «А другие этих слов не слышат?» Старец отвечал, «Нет, это на ухо говорится, и еврейская молодёжь восстала против раввинов. Мессия, говорят они, пришёл. Какого Мессию ищете вы?» В Америке одна группа молодёжи, изучающая священное писание с точки зрения истории, издаёт журнал, в котором написано, «Мессия пришёл». «Тому, кто не верит в то, что пришёл Мессия, мы бесплатно вышли в настоящий журнал, чтобы он уверовал. Если же он уверует, то пусть подпишется на журнал, чтобы мы посылали его другим, и они тоже становились верующими». Старцы спросили, «А они евреи?» «Да, евреи», отвечал Старец, «И стали христианами?» «Да, сейчас хотя бы то, что они уверовали, уже что-то значит». Старцы спросили, «А могут ли раввины быть тайными христианами?» Старец отвечал, «Раввин и тайный христианин?» «Останется ли человек в раввинах, став христианином?» «Тогда что же? Он будет учить евреев тому, что Мессия ещё не приходил, а когда они будут умирать, станет говорить им о том, что он пришёл?» «Нет, раввин не может быть христианином». Печать 666. Старцы спросили, «Старец, как скоро произойдут все эти события?» Старец отвечал, «Они задерживаются ради тебя и ради меня, для того, чтобы мы приобрели доброе духовное устроение. Бог терпит нас, потому что, случись всё это сейчас, мы бы с тобой пропали. Учение Христа нигде не упоминается конкретное время. Однако Священное Писание говорит, что приход этих событий будет предвозвещен знамениями времён. Будем постоянно готовыми, а когда это время приблизится, увидим, тогда мы будем более уверены». Святой Андрей Кесарийский говорит, «Трезвящимся это откроет время и опыт». Мне в руки попала одна книга, на обложке которой было три большие шестёрки. Вот какие они бесстыдники. Они делают это для того, чтобы представить цифру шесть красивой и приучить к ней людей. Так потихоньку придёт и печать. Старцы спросили, «Старец, и кнопки-застёжки для одежды продают на таких картонках, где стоит число шестьсот шестьдесят шесть». Старец отвечал, «Ах вы бесстыдники! На кредитных картах три шестёрки уже давно поставили, а теперь ещё и на застёжках». Многие ставят шестьсот шестьдесят шесть как фирменный знак, чтобы предпочитали их товары. Один поддерживает другого. То есть шестьсот шестьдесят шесть это как пароль. Написано, что когда распространится эмблема со змеёй, пожирающей собственный хвост, это будет значить, что евреи поработили весь мир. Сейчас этот знак поставили на некоторые денежные купюры. Число шестьсот шестьдесят шесть распространяется уже и в Китае, и в Индии». Старцы спросили, «Старец, а откуда они знают это число, чтобы ставить его на вещи?» Старец отвечал, «Евангелист Иоанн знал, что сделает дьявол, подобно тому, как и пророки предвозвестили, что Христа продадут за тридесять сребреник, что его напоят уксусом, что разделят его ризы. Две тысячи лет назад в Апокалипсисе было написано, что люди будут запечатлены числом шестьсот шестьдесят шесть. И же имать ум, говорит Апокалипсис, да почтёт число звериное, число бы человеческое есть, и число его шестьсот шестьдесят шесть. Шестьсот шестьдесят шесть является для евреев символом экономики. Как говорит Священное Писание, евреи обложили покорённые ими в разных войнах народы конкретным налогом. Годичный налог был равен шестистам шестидесяти шести талантам золота. Сейчас, для того, чтобы покорить весь мир, они опять вводят своё старое налоговое число, которое связано с их славным прошлым. Поэтому они не хотят заменить это число другим. То есть шестьсот шестьдесят шесть есть символ мамонны. Его взяли с меру золота. Того, о чём говорит Святой Иоанн Богослов, они не знали, но мамона при этом остаётся мамонной. «Не можете Богу работать и мамоне», сказал Господь. Всё идёт своим чередом. В Америке запечатлели собак. Через передатчик они излучают радиоволны, их находят и знают, где находится каждая собака. Бездомных собак, не имеющих метки, убивают лазерными лучами. А потом начнут убивать людей. Запечатлели целые тонны рыбы и со спутника наблюдают, в каком она находится море. А сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной. И когда будут человеку делать прививку, ему будут ставить и печать. Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами. Одни на лоб, другие на руку. А впоследствии тот, кто не будет запечатлён числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заём, ни устраиваться на работу. Помысл говорит мне, что этой системы антихрист хочет подчинить себе весь мир. Люди, будь они красными, чёрными или белыми, находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями. Таким образом, антихрист будет навязан с помощью системы, контролирующей всемирную экономику. И только те, кто примет печать, начертание с числом 666, смогут вступать в торговые отношения. Как однако же пострадают люди, принявшие печать? Один специалист рассказывал мне, что лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, будут впитывать в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли станут кусать языки. Тем, кто не примет печати, будет лучше других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело. Старцы спросили, а когда он им поможет, старец, после? Старец отвечал, нет, именно тогда. Старцы спросили, старец, но как же им будет лучше других, раз они не смогут ни продавать, ни покупать? Старец отвечал, увидишь, Бог знает как, и я тоже знаю, такие-то дела. Этот вопрос меня весьма занимал, и Бог прислал мне телеграфное сообщение. Как же заботится о нас Бог? Старцы спросили, а почему же старец печать называется и начертанием? Старец отвечал, потому что она не будет поверхностной. Начертать – это что значит? Провести глубокие прямые линии, не так ли? Печать будет начертанием, которое сперва поставят на все товары, а потом людей принудят к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. Два года назад я рассказала о печати одному врачу из Торонто, а сейчас он сообщил мне, что прочитал в газете, как вместо кредитной карты уже требует отпечаток руки. Они идут вперед, но нельзя сказать, что произойдет то или другое. У некоторых телевизоров, привезенных в Грецию, в недавнее время есть особое устройство, следящее за теми, кто смотрит телевизор. Скорые, имеющие телевизор, будут его смотреть, а другие в то же время будут смотреть на них самих. Люди будут и наблюдать, и подвергаться наблюдению. Вся их жизнь, все, что они говорят, все, что они делают, все будет контролироваться с помощью компьютера. Видишь, какую диктатуру задумал дьявол. В Брюсселе над центральным компьютером построен целый дворец с тремя шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. Шесть миллиардов – это почти весь мир. Некоторые европейцы выразили протест, потому что они боятся всемирной диктатуры, а мы, православные, противодействуем этому потому, что не хотим антихриста и диктатуры. Конечно, конечно же, мы не хотим. Нас ждут серьезные события, но долго они не продержатся. Как православие якобы исчезло при коммунизме, так оно исчезнет внешне, но все-таки будет во времена антихриста. Новые удостоверения личности. Старцы спросили, старец, один человек сказал, а как же банкнотов пять тысяч драхм? Она имеет на себе три шестерки, а мы ей пользуемся. То же самое будет и на удостоверении личности. Старец отвечал, пять тысяч драхм – это денежная купюра. На английском фунте тоже нарисована королева Виктория. Но меня это не беспокоит. Кесарю? Кесарева. Однако другое дело, когда речь идет об удостоверении личности. Это не деньги, а нечто личное. Маленькое пояснение. В Греции существует два вида документов, удостоверяющих личность граждан. Для пользования внутри страны – карточка удостоверения. И для поезда к заграницу – паспорт. Греческое название карточки удостоверения личности – Тавтотито. В переводе «Тавтотито» означает тождество, тождественность, идентичность, совпадение, паспорт, удостоверение личности или личность. Запланированное Шенгенским соглашением введение новых удостоверений личности, имеющих на себе штриховой код, в основу которого положено число зверя, вызвало бурю протестов со стороны Элладской церкви, Святой горы Афон и подавляющего большинства греческих граждан. Дальше продолжаем слова старца. У слова «Тавтотито» буквальный смысл, то есть человек отождествляется с тем, что он декларирует. «Они, значит, подсовывают дьявола, а я расписываюсь в том, что его принимаю. Да как же я пойду на это?» Старцы спросили. «Старец, а какая же связь между новым удостоверением и печатью?» Старец отвечал. «Новое удостоверение — это не печать, это введение печати». Старцы спросили. «Люди старец спрашивают, что им делать в связи с навязыванием новых удостоверений?» Старец отвечал. «Если спрашивают, то вы лучше рекомендуйте им советоваться со своими духовниками и проявлять терпение, чтобы увидеть, как поведет себя церковь, потому что многие задают вопросы, но немногие понимают ответы. В брошюре «Знамение времен» я пишу обо всем предельно ясно. «Каждый же пусть поступает согласно своей совести». Конечно, есть и такие, которые говорят, «А, это мнение одного монаха, это не позиция церкви». Однако мнение, которое я выразил, не было моим собственным. Я всего лишь изложил слова Христа, слова Евангелия, поскольку собственное мнение мы должны покорять волю Божией, которая выражена в Евангелии». А другие говорят противоположное моим словам и, прикрываясь моим мнением, утверждают, что это сказал отец Паисий. А третьи, слушая это, не берут в расчет того, что эти вопросы чрезвычайно серьезны, не спрашивают, говорил ли я такое в действительности, но принимают это на веру. Я не боюсь, говорю без стеснения. Приходят какие-то люди ко мне в калеву, бросают в ящик шестерки. Это еще ладно, куда ни шло. Но однажды бросили одну картонку за калиткой. Я думал, что кто-то приходил, не застал меня дома и написал для других. Его нет. Потом читаю и вижу такое. Такое скверное ругательство, что и мирскому человеку не услышать. Наступит, наступит чистка для всей этой грязи. Но мы пройдем через грозу. Люди уже поднялись на борьбу. Надо со многой молитвой подниматься и нам. Старец продолжал. Одни переживают за проблему с удостоверениями личности, а другие используют это и создают трудности. Церковь должна занять правильную позицию. Она должна говорить, объяснять верующим, чтобы те поняли, что принятие ими нового удостоверения будет падением. И одновременно церковь должна добиваться от государства того, чтобы новое удостоверение личности, по крайней мере, не было обязательным. Если позиция, занятая церковью, будет серьезной, если к свободе верующих будет проявлено уважение, и кто захочет, возьмет новое удостоверение, а кто не захочет, останется со старым, то лишь немногие люди твердых убеждений не примут трех шестерок. Их ждут испытания, потому что остальные пойдут против них. Большинство людей примет удостоверение с числом зверя. Те, кто захочет спокойствия и комфорта, примут новое удостоверение, а несчастные, благоговейные люди останутся со старыми документами, и поэтому их будут мучить. Сейчас и обещание министра о том, что 666 не будет стоять на удостоверениях личности неявно, не скрыто, тоже ведь что-то значит. Проявим терпение, время покажет. Их слова о том, что трех шестерок не будет, это уже кое-что. Они начали отказываться сами. Посмотрим, что же поставят на удостоверение в конечном итоге. А до того времени, как станут распространяться новое удостоверение, может разразиться еще и гнев Божий. И потом ведь не в 24 часа все получат новое удостоверение. Появятся первые карточки, они будут рассмотрены. И если министр окажется лжецом, то борьба будет праведной. А если мы сейчас продолжим протесты, то те, кто всем этим заправляет, скажут, вот, смотрите, православные устраивают смуту. Еще и вопрос не встал, они горланят и протестуют. Хороший сторожевой пес лает, когда приходит вор. Когда вор убегает, он прекращает лаять. Если же пес лает беспрерывно, то хорошим сторожем его не назовешь. Старцы спросили, старец, а еще было сказано, что раз у нас веротерпимость, то в новых удостоверениях не будет указано вероисповедание. Старец отвечал, да, их это не интересует, однако это интересует меня, потому что это удостоверение моей личности, там написано, откуда я и что я за человек. Если будет отсутствовать вероисповедание, то возникнут проблемы. Например, кто-то придет в брачную контору. Если в его удостоверении написано православной и не имеет значения, какой пробы, то все в порядке. Если же вероисповедание не указано, то как ему дадут разрешение на брак? Церкви от этого будут путаницы. Но если вероисповедание станут вписывать по желанию, то это будет и как исповедание веры. Европа — это Европа, а у нас другой расклад. Коварный способ введения печати Старец говорил, помаленьку, после введения карточек и удостоверения личности, то есть составления персональных досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати. С помощью разнообразных ухищрений людей станут принуждать принимать печать на лоб или руку. Они устроят людям затруднение и скажут, пользуйтесь только кредитными картами, деньги упразднятся. А для того, чтобы что-то купить, человек будет давать карту продавцу в магазине, а хозяин магазина будет получать деньги с его счета в банке. Тот, у кого не будет карточки, не сможет ни продавать, ни покупать. А с другой стороны, они начнут рекламировать совершенную систему, незаметное для глаз начертание числа 666 на лбу и руке. Одновременно по телевидению станут показывать, как кто-то взял чужую карту и получил по ней деньги в банке. Без остановки будут говорить, печать лазерными лучами на лбу или руке – это более надежно, поскольку номер печати знает только ее владелец. Печать – это совершеннейшая система. Вор ни головы, ни руки у вас не украдет, ни номера подглядеть не сможет. Поэтому бандитам, злодеям и дают сейчас возможность свободно действовать. На фоне вокруг кариеса ограбили 15 келей, одного монаха убили во время грабежа. Каким-то вот образом каждый получит возможность присваивать чужое и красть все, что захочет. Допустим, кому-то вздумается обманом приобрести земельное угодье. Он скажет, что оно якобы принадлежало его дедушке, или что сам он когда-то арендовал эту землю под пастбище. Попробуй разберись. А потом представители властей скажут, К сожалению, контролировать их мы не можем. Контроль может осуществляться только с помощью компьютера. И они приступят к нанесению печати. В компьютере будет высвечиваться, запечатлен ли ты. И в зависимости от этого тебя станут или же не станут обслуживать. Три с половиной года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого какой-нибудь новый повод. Пройдет год, и их повезут на допрос в другой город, чтобы дело было рассмотрено в другом суде. А из того города повезут в третий, а потом скажут, Извини, ты невиновен. Но если бы ты был запечатлен, то мы проверили бы тебя за одну минуту, а сейчас мы были не в состоянии осуществить контроль. Старцы спросили, Старец, а не смогут ли они ставить печать силы? Старец отвечал, до этого они не дойдут из-за своей учтивости. Они ведь будут корректны, как и подобает европейцам. Они проявят высшее благородство, мучить людей они не будут. Однако, не имея печати, человек не сможет жить. Вы страдаете без печати, скажут они. Ах, если бы вы ее приняли, то трудностей у вас бы не было. Имей человек хоть золотые монеты или доллары, использовать их он не сможет. Поэтому, приучив себя уже сейчас к жизни простой, умеренной, можно будет пережить и те годы. Иметь маленькой землице, возделать немного пшенички, картофеля, посадить несколько масличных деревьев, и тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет пропитать свою семью. Потому что от запасов пользы тоже немного. Продукты ведь долго не лежат и быстро портятся. Но и, конечно, продлятся эти притеснения недолго. Года три, три с половиной. Ради избранных те дни сократятся. Они даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи. Старцы спросили, «Старец, а вмешается ли Христос в то, что будет происходить в эти нелегкие годы?» Старец отвечал, «Да, тут вон, видишь, как человеку с добрым расположением, но подвергающемуся обидам, часто являются святые, Пресвятая Богородица, Христос, для того, чтобы его спасти. Насколько же больше поможет Господь теперь, когда несчастные люди находятся в таком затруднительном положении? Сейчас разразится одна гроза, наступит непродолжительная диктатура антихриста сатаны, а потом Христос вмешается и задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе. Зло будет попрано им, и он, в конце концов, обратит его в добро». «Печать равна отречению». Старец говорил, при том, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. «И что ты им скажешь?» К несчастью можно услышать ужасно много глупостей от ума некоторых современных гностиков. «Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест», говорит один. Другой вторит. «А я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным знаменем». И повторяют целую кучу подобных глупостей. Они думают, что осветятся подобным образом, в то время как такие мнения являются прелестью. Один владыка сказал мне, «Я в удостоверении там, где буду расписываться, нарисую крестик. От Христа я не отрекаюсь. Я всего лишь пользователь, обслуживающий меня системы». «Ну хорошо, — говорю я ему, — вот ты, владыка, и ставишь в виду своего особого положения крестик перед своим именем. Другой — архимандрит. Его положение тоже особое, и он тоже ставит крестик перед своим именем. А людям что прикажешь делать? Грязь не освещается. Чистая вода приемлет благодать и становится водой святой, но моча святой водой стать не может. Камень чудесным образом превращается в хлеб, но нечистоты освещения не приемлют. Следовательно, дьявол, антихрист, находясь в виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке не освещается. Даже если мы там крест поставим. Силу чеснага креста, этого святого символа, божественную благодать Христову, мы имеем только тогда, когда храним благодать святого крещения, в котором мы отрицаемся сатаны, сочетываемся Христу и принимаем святое запечатление, печать дара Духа Святого. А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой, поставят рядом крестик, и все в порядке. А ведь мы видим, что святой апостол Петр отрекся от Христа внешне, но и это было отречением. Они же, принимая печать антихриста, отрекаются от печати Христовой, данной им во святом крещении, еще говорят, что имеют в себе Христа. Старцы спросили, старец, а если кто-то примет печать по невидению? Старец отвечал, скажи лучше по равнодушию, какое там невидение, когда все ясно до предела. Да если и не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы не знали, и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам, лицемеры, лице оба небесе умеете рассуждать, и знамени же временом не можете искусить. Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет божественную благодать и принимает бесовское воздействие. Вон, когда священник при крещении погружает дитя во святую купель, оно и не понимает того, принимает Святого Духа и потом в нем обитает божественная благодать. Толкование пророчества Старца спросили, старец, некоторые говорят, чему от Бога суждено быть, то и будет. Какое нам до этого дело? Как к этому относиться? Старец отвечал. Да, детонька моя, говорят-то они говорят, но на самом деле это не так. Мне тоже приходится слышать от некоторых. Евреи не такие дураки, чтобы разоблачать себя тремя шестерками, раз об этом пишет в апокалипсисе Иоанн Богослов. Если бы это было так, то они устроили бы все более умно и тайно. Хорошо. Так что же, книжники и фарисеи не знали, разве Ветхого Завета, разве Анна и Каиафа не знали лучше всех других, написанного о том, что Христос будет предан за 30 серебряник. Почему же они дали Иуде не 31 или 29 серебряников, а 30? Потому что они были ослеплены. Бог знал, что все произойдет именно так. Бог предведает, но не предопределяет. Это только турки верят в судьбу, в кишмет. Бог знает, что события произойдут таким-то образом, а человек делает по своей глупости то, о чем заранее знал Бог. Не потому, что Бог отдал распоряжение о чем-то. Нет. Он видит, до чего дойдет злоба людей и знает, что своего мнения они не изменят. Это не значит, что Бог предопределяет события. А другие заняты пророчествами, на которые дают собственные толкования. Не оговариваются, по крайней мере, так мне говорит помысл, но утверждают это так и приводят целую кучу собственных мнений. Есть и такие, что истолковывают пророчества, как хотят, для того, чтобы оправдать свои страсти. Например, святой Кирилл сказал, «Лучше, чтобы в нашу эпоху не произошли знамени Антихриста». Человек же, желающий оправдать себя, свою трусость, скажет «А, вот видишь, святой Кирилл боялся, что он отречется, а я что же, разве выше святого Кирилла? Следовательно, даже если я и отрекусь от Христа, то в этом нет ничего страшного». А между тем, святитель говорит, «Лучше, чтобы этого не произошло, лучше, чтобы глаза его не увидели Антихриста, а не потому, что он якобы боялся. Видишь, что делает дьявол?» К сожалению, и некоторые современные гностики, пеленая от своих духовных чад, как младенцев, якобы для того, чтобы те не волновались. «Это неважно», говорят они, «ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя». Или же причитают, «Не говорите вы на эту тему об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались». Тогда, как, говоря они людям, «Давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа и ничего не бояться, ведь самое большее, мы станем мучениками. Они бы хоть как-то готовили их к грядущим трудностям». Узнав истину, человек задумается и острясет себя сон. Ему станет больно за происходящее, он будет молиться, остерегаться, чтобы не попасть в ловушку. Что же происходит сейчас? Мало того, что такие толкователи комментируют пророчества по-своему, так они еще и сами трусят, подобно людям мирским, а им следовало бы проявлять духовное беспокойство помогать христианам, всевая в них добрую обеспокоенность ради того, чтобы те укрепились в вере и ощутили божественное утешение. Я удивляюсь, неужели все то, что происходит, не заставляет их задуматься? И почему после толкований, данных ими от своего ума, они не ставят хотя бы вопросительного знака? А если они помогут Антихристу с его печатью и увлекут в погибели другие души, говоря в Евангелии «Еже прельстите, аще возможны избранные», Господь имеет в виду то, что прельстятся те, кто истолковывает Писание от своего ума. И так за совершенной системой кредитных карточек, за компьютерной безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется ига Антихриста. «Да даст им начертания на десной руце их или на челах их, да никто же, возможно, не купите, не продайте, только махту имать начертания или имя зверя или число имени его». Здесь мудрость есть, и же имать ум да почтет число зверина. Число Богу человеческое есть и число его шестьсот шестьдесят шесть. Субтитры создавал DimaTorzok